О развитии внутреннего туризма в последнее время говорят много и охотно. Он становится все более популярным и, как следствие, востребованным. Правда, человек, решивший отправиться в путешествие по нашей стране, может столкнуться с определенными трудностями. Где-то недостаточно развитая инфраструктура, где-то остро не хватает квалифицированных специалистов. В Ростуризме это понимают, и уже несколько лет подряд в разных городах страны проводят образовательную конференцию «Знания, технологии, тенденции развития индустрии туризма в России». В этом году ее участников приняли чебоксары. В нашей республике есть чем удивить гостей. Главное чудо природы – Чаваш в Армане, национальный парк в Шимуршинском районе. Помимо живописных пейзажей, он интересен, например, тем, что здесь водится русская выхухоль, занесенная в Красную книгу, а также 11 исчезающих видов птиц и 3 редких вида насекомых. Есть в республике и уникальные в своем роде музеи. Их два. Оба расположены в чебоксарах. Это музей пива и музей истории трактора. В скором будущем в Чувашии должны появиться еще несколько интересных с туристической точки зрения объектов. В Чувашии очень долго оставалось язычество. Веры в богов и различные обряды существовали и предавались от одного поколения другому не одну сотню лет. Что самое удивительное, многие языческие обряды дошли и до наших дней. Согласно легенде, на нашей территории когда-то жили амазонки. Мы хотим приоткрыть эту завесу этих таинств для всех желающих. Поэтому в нашей республике с 2013 года создается туристко-рекреационный класс «Этническая Чувашия». Правда, все впечатление от достопримечательностей может испортить плохой сервис. Сегодня во многих регионах России не хватает специалистов по туризму. Это серьезная проблема и ее надо решать, считают в Ростуризме. С этой целью по всей стране открывают образовательные площадки. Курирует их государственный университет управления. Не хватает даже самих преподавателей, то есть тех учителей, кто должен эти кадры готовить. То есть даже нужно начинать с подготовки. И мы ведем ее в подготовку преподавателей, которые будут обучать дальше в своих регионах эти кадры. А, собственно, нехватка кадров есть по всем направлениям. По всем направлениям. Но это дело не в количестве людей, а в их профессиональном уровне и подготовке. Между тем, в прошлом году удалось подготовить 5000 человек. Это не обязательно новые специалисты. Многие из них давно работали в сфере туризма и нуждались в повышении квалификации. В нынешнем году количество специализированных образовательных площадок увеличится. В Приволжском округе появятся две новые. Одна в Пензе, другая в Чебоксарах. У нас в республике достаточно много опытных и харизматичных, ярких людей, которые уже давно и успешно работают в этой сфере. Сейчас в основном они все сосредоточены вокруг кластера «Этническая Чувашия». Это проект «Амазония» и проект «Ясно». Мы активно сотрудничаем с ними и будем активно привлекать их специалистов. Кроме того, благодаря вхождению в проект «Турообразование» мы намерены активно привлекать специалистов-практиков из других регионов, в том числе столичных регионов Москва и Санкт-Петербурга. В этом году образовательные площадки должны выпустить еще 7000 специалистов в сфере туризма. Подготовка новых кадров и повышение квалификации опытных работников может стать хорошим двигателем для популяризации путешествий по нашей стране, уверены в Ростуризме. Виктор Вавилкин, Константин Козлов, Весичи Боксары.